Особенно, наверное, не было там по потере кормильца и все. И церковь должна была таких опекать, потому что как им дальше-то жить? Вот она вдовела, никаких там денег ей не уплачь, а муж, например, был ее кормилец, то церковь брала на повечение таких женщин и включала их число вдовиц. И то есть на церковные деньги, которые собирались с пожертвованием вдовиц, содержали, помогали им дальше уже жить. Вот, если вот такая вдруг вдовица решила жениться, вот это правда, да, муж. И вот еще такой момент, если священник решил жениться, да, ну, будущий священник, кандидат, то есть учится в семинарии или, например, он дьявол уже, да, но священники, вот семинаристов, их не рукополагают, пока они не определятся. То есть либо он должен жениться, священник. И быть священником. Да, и тогда его рукополагают священники. Епископ специально таинство совершает. Только если поженится? Да, когда он поженится, священник? Если уже он говорит, я еще не нашел, ну, тогда потерпи, тогда и священником ты не будешь. А он говорит, нет, я все равно хочу быть священником, ну, тогда иди в монахи, да. То есть священником, неженатым и немонахом быть нельзя. Это просто нехорошо, чтобы, ну, просто чтобы до греха никакого и позора дела не дошло. Поэтому священникам молодые, вот их все уже в дяконы стараются рукополагать, чтобы они приняли сан, уже будучи женатыми. И если он женится на артистке, она, например, артистка на сцене выступала там, то его уже священники не берут там, представляете? Он уже священником все. Взявши в супружество вдову, то есть она уже была замужем до этого, например, или отвергнутую, отверженную от супружества, или блудницу, или рабыню, или позорочную артистка. Позорочная и артистка, как одно и то же написано. Но он ни епископом, ни пресс-фитером, ни дьяконом, ни кем в списке священнического чина быть не может. Понятно? Вартича. Тише, тише. Все, не обращай на меня. Понятно? Запомнили, что артистка приравнивается к рабыне, к вдовице, на которой нельзя уже священник. Именно священнику жениться. Мирянин может жениться. То есть рабыню, блудницу, австризу, позорочную и вдовицу будущий священник взять не может, потому что потом он не может, ну он не может быть ни пресс-фитером, ни епископом, ни дьяконом. Вот такое вот интересное дополнение. Тем, кто вдруг захочет быть священником. Понятно? А священником у нас братья могут быть. А что улыбаешься? Ты еще не знаешь. Может быть и будешь священником, батюшкой. Отец Тарасий. Отец Иоанн. Будет говорить, батюшка, батюшка, благословите. Не хотите? Нет. А теперь еще поговорим об отношениях. И то мы говорили, как родители должны относиться к детям, да? Как они должны о них заботиться. А теперь как дети должны обращаться к родителям. Уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Видите, какое отношение к матери? К матери, отцу. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих. То есть, если я почитаю своих родителей, то и мои дети будут почитать меня. Понятно, какая связь? Тот, кто почитает своих родителей, вот вы почитаете своих родителей, у вас тем более у всех родителей верующие, не пьяницы, не какие-то, они не безбожники, ничего. То и ваши дети будут почитать вас. Хотите, чтобы ваши дети почитали вас? То и вы. Да, я тебе почитаю. Ну, спасите. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих. День молитвы будет услышан. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле. Уважающий отца будет долго дентствовать. Милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои. Благосостояние твое умножится. Вот кто хочет, чтобы у вас хорошее было благосостояние? Это что такое? Ну, обеспечены вы были, чтобы у вас все было. Богатые, ну не богатые, но обеспеченные. Обеспеченные это как? Ну, что все есть. Все есть, что ты не живешь где-то там на чужой квартире у кого-то приживалка, что у тебя есть свое жилье, свои вещи, работа, свои деньги, что ты не побираешься и не живешь с протянутой рукой. А сама... Своя еда. Своё все, да. Что ты ни в чем не нуждаешься. Своё. Своё. Один, вот, благосостояние твое. То есть, говорят, о, у них хорошее состояние, у них много всего есть. Они не зависят ни от кого. Другие говорят, ой, у них никакого состояния нет. Вот никакого состояния. Живут так бедненько-бедненько, да? А может быть, они... Не почитали родителей своих, и Господь вот им не дает. Как они и вроде и работают, и всё, они ещё нету. Несмотря на грехи твои, благосостояние твоё умножится, как лёд от теплоты разрешатся грехи твои. Если будет не забыто милосердие к отцу твоему. То есть, если родителей своих не забудете, не оставите, будете... Ну что вы сегодня все испозевались? Прямо непрерывно. Один заканчивает, второй начинает. Я сползть хочу. Если у меня не сползть. Погода располагается. А погода такая, мрачненькая. Запомнили? Дети, поминуйтесь своим родителям в Господе. Кто помнит эту песенку, мы с вами учили давным-давно. Очень давно. Дети, поминуйтесь родителям своим. Вот у нас брат всегда вспомнил песен. В детстве. В лагере пели. Дети, поминуйтесь родителям своим. Это так нравится Богу. Дети, поминуйтесь родителям своим. И фестянам шесть один. И фестянам шесть один. Вот переложили в ритму вот эти слова, послания к фестянам. Шестая глава, первый стих. Повинуйтесь родителям своим. Ибо это угодно Господу. Но в песенке это так нравится Богу. Это так и есть. Хотите нравиться Господу? Повинуйтесь родителям своим. Господь благословляет тех, которые слушаются родителей своих. Заботятся своих родителей. Если родители безбожники, может быть даже какой-то нехороший образ жизни ведут. А вы верующие, мы все равно должны заботу от этих родителей. Не значит, что мы должны их слушать. Они нас чему? Безбожию только научат? Нет. Но заботиться о них, когда у них немощь, болезнь. Чтобы они там где-то брошенные, были оставлены, не ухожены. Нет. Мы все равно обязаны любить, заботиться и довести их уже. Их земной путь помочь им не бросать и всячески им помогать. Понятно? Они дали нам жизнь, они нам дали жизнь, так уж устроились, раз они не верят, все равно. Мы должны их не забывать. Это нехорошо, когда забывают, а тем более верующие, если бросаются в родителей, это уже вообще нехорошо. Поэтому родителей не забываем, не бросаем. Пойдемте, уже запели. Все, тихо, не тупаем. Что последнее? Пойдемте, еще чайки. Пойдем. Иди, иди. Повинуйте родителям. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ